И всем привет ребят, с вами мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен непосредственному окончанию нашего замечательного ивента, подведением итогов, ну и вообще открытием тех самых замечательных контейнеров, которые я накопил с пойманных контейнеров в спецрежиме в выходные дни 13-14 числа, плюс те контейнеры, которые у меня накопились с особых миссий, с осколков, с заданий за этот промежуток времени, в который у нас проходил ивент, посвященный Дню Святому Валентина. Что касаемо данного праздника, давайте куда-нибудь запикаемся и данное вооружение на мне, это лишь подтверждение того, что именно это сочетание нагибало на спецкартах в выходные дни. Скатаем, ну и обсудим вообще, что же произошло у нас на ивенте, да, что же у нас было такого необычного, что было крутое, что понравилось многим, что многие, возможно, хотели давным-давно уже получить в игре, но никак у нас до этого этого не было. Да, начнем, наверное, с спецрежима, да, начнем с трех карт, у нас были Рио, Серпухов и Борда. Три довольно-таки неплохие карты, хотя, если честно, если сравнивать все три, то я бы отдавал свое предпочтение именно Рио, сказал бы, что оно было намного круче, чем другие карты. Но в последний день, а именно в воскресенье, я уже играл одинаково как на Серпухове, так и Борде, если в первый день там я довольно много перепикивал и хотел играть только Рио, то в последующие дни я уже, ну, не так горел желанием там на перепики. Мне как-то и уже более комфортно было и на Борде, и на Серпухове. Что же имбовало? Имбовало вот именно вот это вот замечательное сочетание Хоппера, Жига, ну, именно в моем исполнении, в исполнении многих игроков, но можно было, по сути, использовать не только Жигу, можно было использовать и любую другую пушку, но именно данное сочетание работало максимально эффективно. Была отличная возможность с этим сочетанием набивать большое количество киллов, плюс очень эффективно ловить большое количество золотых ящиков. Я поймал, в общем и целом, около 150 голдов за два дня, что является для меня очень большим показателем. Вернее, даже 150 это я поймал за воскресенье, то есть в первый день я особо там не ловил, поймал порядка где-то 30, а вот во второй день около 150 золотых ящиков. Я сумел словить, прочувствовал этот спецрежим, понял, насколько круто можно эффективно ловить золотые ящики на Хоппере, ну и понятное дело, что это была такая вот небольшая тренировка перед первым апрелем, уже через месяц, ну, можно сказать, немножко больше, конечно, полтора месяца. Но будет 1 апреля, вы знаете, как оно у нас в танках проходит, такие же, я думаю, что будет примерно спецкарты, на которых, правда, будет уже намного круче голды, за которые уже, ну, борьба будет прям, я думаю, что очень ожесточенная, и все будут очень сильно хотеть ловить эти ящики. Если сейчас, например, там, за тысячами, может, не такая серьезная борьба, да, как за контейнерами у нас была, то, что касаемо именно ивентового 1 апреля, я думаю, что там будет прям жесткая рубка. Ну и плюс ко всему прочему, я думаю, что еще есть время и есть моменты, когда у нас будут еще в спецрежимах что-то подобное до 1 апреля, и можно будет также половить, пофермить, пофармить, да, потому что получилось очень годно, как по мне, да. Может быть, многие со мной не согласятся, сказав, что, типа, да, это шляпа, типа, там, под хопперов сделано, но с точки зрения моей, что, как бы, голды стало ловить на каких-то интересных разных других вооружениях, а не вот эти вот дефолтные, знаете, как там, мамонты-хантеры с метеоритами, да, здесь уже хоппер, там, какие-то тайминги нужно прожимать овердрайвы, чтобы четко залетать, плюс там, с подъемов какие-то открываются дополнительные возможности, то есть, появилась такая интересная, функция использования нового корпуса, да, он летающий, да, кажется, на бумаге, что, ну, ты там, типа, подъехал под голд, изи-каточка поймал, но, как правило, очень многие, да, мне показал этот ивент, что очень многие не умеют играть еще до сих пор на этом корпусе, не умеют грамотно прожимать овердрайвы, да, и что мне говорить, у меня и самого бывали моменты, когда не получалось грамотно прожать овердрайвы, забрать там какой-то голд, ну, и контейнеров, если я поймал в сумме, где-то порядка 20, да, за воскресенье, а мог поймать, ну, ну, чтобы вам не собрать, ну, 35 мог поймать, да, то есть, где я прям вот в миллиметре где-то оставался, где-то еще, и такая тилтища прям наступала, что я думал, да, ну, и вон, ну, как можно такой голд не взять, ну, это такая, такая легенькая была бы для меня, но я вот там вот где-то тут ошибся, там ошибся, чуть-чуть поторопился, чуть-чуть правильно траекторию не выбрал, еще что-то, и вот так вот эти контейнеры отдавались, 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 хотя мог взять, как по итогу, намного-намного больше. Дальше, что касаемо спецрежимов прошлись, да, фонды, опыт, понятное дело, что в этом плане сейчас в игре очень часто происходят вот эти вот все повышенные движения, и это, безусловно, круто для тех ребят, которые хотят пофармить, но вот что сделали у нас разработчики, чего у нас не было давным-давно, из чего я прям реально офигел, с того, что у нас сделали 70% скидки, да, они были не на все, они были всего лишь один час, но сделать 70% скидки в момент определенной времени, да, я думаю, что еще после этого видеоролика когда-то выйдет видос, где я все-таки закупился устройствами на 70% скидки, не знаю, выйдет он, конечно, не выйдет, ну, если хотите, выйдет, если не хотите, не выйдет, напишите по поводу этого в комментариях. Я закупился устройствами, да, то есть у меня не было устройства адреналина в каком-то определенном размере, я их все купил, понятное дело, что, типа, ну, до этого мне они особо не нужны были, все-таки, как бы, ну, что, я на них не катаю, зачем мне их нужно покупать, а тут, хоп, выкатывают разработчики скидочку на часик, 70% на устройство, то есть, грубо говоря, тебе даром дают эти все устройства, то я такой, ну, ну, как бы, ну, это же идикаточка, конечно, надо брать, конечно, надо брать, надо даже не думать о том, что там, типа, скидка какая-то, ну, такая, знаете, или там устройство мне не нужно, пусть она будет, ну, то есть, 70% больше скидок точно никогда не будет. Ну, и во второй день у нас, получается, это в субботу были скидки на устройство, в воскресенье у нас разработчики сделали скидку на корпуса, многие ребята прокачали себе корпуса с 70% скидкой, то есть, там, грубо говоря, за 100 тысяч кристаллов можно было себе качнуть корпус фуловый, это вообще просто имбалансная какая-то темочка, и в этом плане, конечно, это очень многих удивило, да и меня, в том числе, я не был готов к тому, что такое вообще будет, ну, и понятное дело, что если в дальнейшем будет, например, условная камень скидочка там на расходочку, или еще на что-то другое, то можно будет там тоже неплохо прикупиться, поэтому, если уж подвести итог и сказать еще насчет онлайна, то я вам могу сказать, что онлайн был чуточку меньше того онлайна, который у нас был на Хэллоуине, но Хэллоуин реально был бомбический, да, а тут как бы, ну, 14 февраля, день Святого Валентина, ну, как бы, ну, не должно было быть ничего сверхъестественного, да, то есть, как бы, Хэллоуин в этом плане был чуточку повыше, ну, и 15 тысяч онлайна, в принципе, для подобных ивентов, когда у нас раньше, как бы, они не давали никакого определенного значения, да, не придавали ему никакого определенного значения, то сейчас это выглядит как-то даже сверх жестко, и понятное дело, что когда такие ивенты происходят, это привлекает игроков, и в дальнейшем они даже после ивента заходят в игру, играют там, еще что-то, да, и пока им там не надоест, условно, то есть, если сейчас у нас было на ивенте пиковая 15, 15, да, ну, почти 15, там, чуть-чуть до 15 не долетело, то есть, сейчас у нас, например, в обычные дни по 12 тысяч онлайн, то есть, это хороший онлайн, реально хороший, то есть, исходя из того, что я видел, и 9500 там онлайн, и там пиковые, да, в день, и 10 там пиковые онлайн, то есть, как бы, ну, понятное дело, что когда ты видишь пятнарик, двенарик в обычный день, это неплохо выглядит, определенно неплохо, поэтому надеемся на то, что в дальнейшем тоже будет в этом году очень хорошие, интересные ивенты, ну, потому что я пока, ну, мало моментов замечаю, за которые можно придраться, есть, конечно, один, который в ближайшее время вы увидите в моем исполнении, но пока обновления выходят довольно-таки неплохие, довольно-таки взвешенные, да, грамотные, поэтому как-то так. Ладно, все, балаболить больше я не буду, открываем контейнеры, все, что накопил, у меня 39 обычных, 7 ультра, да, при том раскладе, что, по сути, я относительно недавно открывал все это дело, поэтому давайте пятнарик сразу так, хоп, давай, фулл банк сразу, короче, открываем и даже не думаем о том, что там нам что-то не выпадет, просто хочу пятнарик, я давно не открывал пятнашку, сейчас просто с пятнашки мне упадет 15 белых, давайте, 15 белых, и будет вообще просто very wonderful, давай, ну, и что тут у нас, 10, 11, 12, 13, 14, 15, вот это я понимаю открытие великолепное, просто бомбочка, просто кайф, почему не 15 белых, а, ну, почему не 15 белых, я же так их долго ловил, эти голды, чтобы просто увидеть 15 белых, давайте еще 15 белых, о, ничего себе, это после какого, 9, 10, кристаллы как идут, как поперли, так как поперли батареечки, о, синяя 250 всех припасов, вот это я понимаю, жесткие открытия контейнеров, просто жесткие, ну, в принципе, я не удивлен, я не удивлен, честно, честно, я не удивлен, поэтому, надеюсь, вам, о, триняприма, ну, и что, надеюсь, вам везет побольше, чем везет мне с этими контейнерами, надеюсь, вам хотя бы что-то падает, ну, кристаллов мне упало неплохо, да, как бы там по 3 500-ки насыпало, оп, фиолетик, ничего себе, облегченные, облегчение конструкции, ну, боже, ну, боже, ну, зачем, ну, для чего мне, ну, нарез, выпаде мне то устройство, которое я хочу, зачем мне облегченные конструкции, ну, вы все, рофлите, ну, зачем мне эти облегченные конструкции, да ладно, какое-то устройство хоть выбил, тоже, в принципе, неплохо, вот такой видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, пишите свое мнение по поводу данного замечательного Дня Святого Валентина, ивента, да, понравился вам, не понравился, возможно, вы какие-то моменты для себя отметили, которые я не отметил, напишите, мне будет интересно почитать, ну, и напишите, упало вам что-то годное с контейнера, или вы такие же победители по жизни, как и я, спасибо всем, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, у меня на этом все, всем пока!